Видео боевой работы украинских сил показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На опубликованных кадрах уничтожение российской техники. В ход идут ударные дроны, БПЛА с боеприпасами, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы и другие средства. Результат всегда один. Сгоревшая техника противника. Сегодня можно сказать и повторить то, что говорили несколько дней назад, что артиллерия возвращается на поле боя, вернее она даже вернулась. Сегодня артиллерийская борьба, контрбатарейная борьба на некоторых участках фронта, она не просто приносит результат, она сегодня создает те условия, когда на некоторых направлениях даже удалось отбить врага не просто его контрнаступление, но вернуть некоторые наши позиции. Бывают и вовсе экзотические случаи. Вот российский военный пытается штурмовать украинские позиции на мопеде. Бойцы нацгвардии заметили захватчика еще на подступах и были готовы его встретить. Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БПЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе. Гвардейцы взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, пленному 43 года. По его словам, был призван на должность водителя, однако затем был переведен в штурмовое подразделение. Из публикации Национальной гвардии Украины в Телеграм. В районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра захватчики атаковали украинский плацдарм 14 раз. Противник продолжает придерживаться своей новой тактики, штурмует небольшими группами, но часто. Если мы говорим, например, по юге, назвать Кинбургскую косу, где враг давно уже засел, пока еще, подчеркиваю, не удается его оттуда выбить. Тем не менее, там летний сезон, горячий летний сезон, он наступил досрочно, нежели это показывают календарь. И сегодня действительно в те норы, а я не шучу насчет нор, где засел враг, ФВ-дроны залетают, уничтожают личный состав, уничтожают технику, которая находится, в частности, на Кинбургской косе. Еще одна тенденция – увеличение количества атак с использованием России опасных химических веществ, что недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрете химоружия. За последний месяц силы обороны Украины зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период. Такие действия Российской Федерации приобретают системный характер. Из сообщения Генерального штаба ВСУ в Facebook. Всего за текущие сутки вдоль линии фронта произошло 72 боевых столкновения, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты атаковали на Лиманском, Бахмутском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Особенно активно противник наступает вблизи Авдеевки Донецкой области. Здесь захватчики 18 раз пытались прорвать украинскую оборону, но успеха не имели. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 445 900 военных. За прошедшие сутки ликвидировано 860 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские защитники уничтожают и технику противника. ВСУ подбили 15 танков, 73 боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, 3 системы реактивного залпового огня и 1 систему ПВО. Кроме этого, украинские военные сбили 30 БПЛА. Также уничтожены 65 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом.